Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Я и его ведущий Владислав Горин. 10 октября, в эту субботу, Александр Лукашенко приехал в следственный изолятор КГБ Беларуси и встретился со своими политическими оппонентами, которых силовики взяли под стражу до и после летних выборов президента и протестов, которые последовали следом за голосованием. На встрече были бывший банкер и кандидат в президенты Виктор Бабарико, его сын Эдуард, представительница Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, юрист Илья Солей, один из руководителей компании PandaDoc Дмитрий Рапцевич и так далее. Сообщается, что Лукашенко обсуждал с задержанными изменения в Конституции Белоруссии. Зачем это нужно Александру Лукашенко? Он же вроде подавил протест в своей стране. Как ему вообще теперь быть силовиками, на штыках которых держится его власть? И как, судя по всему, он представляет себе выход из трудного для себя положения? И вот еще что. Оппозиции-то белорусской. Как себя теперь вести? Обсудим это с доктором политологии и директором Института политических исследований и политическая сфера Андреем Казакевичем. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Давайте послушаем два ролика, которые распространил Лукашенковский телеграм-канал Пул Первого. Один будет с плохим звуком из СИЗО КГБ, а второй с хорошим звуком из торжественного правительственного кабинета. Сперва СИЗО. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире. Пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире. А сейчас кусочек речи Александра Лукашенко, которую он произнес в своем кабинете. Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, ну, явно кому-то их не хватает. В основном это правильно. Правительство надо догружать, другие структуры и органы власти надо догружать. Снимать несвойственные с президента вопросы. Недавно записку я получил. Предлагается 71 полномочия, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти. Можете объяснить, что Александр Лукашенко делает? Как бы вы описали эти его шаги? Ну, если мы говорим про встречу в СИЗО, то это, конечно, в какой-то степени историческое событие. В том плане, что это первая прямая встреча Александра Лукашенко с своими политическими оппонентами, или, скажем так, представителями альтернативных политических сил с 1996 года. То есть впервые за 24 года под влиянием протестов и, очевидно, под влиянием внешнего давления и со стороны Европы, и со стороны России, он вынужден демонстрировать готовность к диалогу и готовность к каким-то компромиссам со своими политическими оппонентами. Что, конечно, абсолютно нетипичная ситуация и очень сильно выбивается из той политики, которую Лукашенко проводил в отношении оппозиции все последние 24 года. Обещание поделиться полномочиями с другими уровнями власти – это, кажется, тоже признак какой-то компромиссности и обещание некоторых перемен. Да, но если мы говорим о перераспределении полномочий, то эта дискуссия ведется очень давно. То есть, по большому счету, дискуссия о том, что нужно менять Конституцию около 10 лет, особенно последние полтора года, с весны 2019-го она велась. И в связи с тем, что наши Конституции полномочия президента и так настолько большие, что, в общем-то, движение может быть только в одном направлении. То есть, перераспределение каких-то функций президента в отношении либо парламента, либо правительства, либо в отношении местных органов власти. Но надо сказать, что есть в этом распределении принципиальные моменты, если исходить из Конституции, а есть второстепенные. Я боюсь, что вот эта риторика про 70 каких-то полномочий, это все может свестись к и реферимным, и абсолютно второстепенным функциям. Потому что по Конституции их там не будет 72. И, значит, соответственно, большинство этих полномочий можно перераспределить абсолютно не меняя ничего в основном в законе, а просто через решение президента и все. Принципиальных-то вопросов на самом деле не так много. Первое, это вот у нас по статье 137 Конституции все акты президента и указы, и декреты имеют больше юридическую силу, чем закон. То есть, по большому счету, они имеют надзаконный характер, и законы, которые принимают парламентом, они вот находятся как бы под нормативными актами президента. Будет ли отказ от этой нормы в новой Конституции? Это очень важный вопрос, потому что это, в общем-то, и нарушает баланс властей в Беларуси. Следующий момент – это правительство. Сейчас получается так, что только назначением премьер-министра нужно согласиться с оплатой представителей. Сейчас это формальность. Всех заместителей премьер-министра и всех министров и руководителей местных органов власти назначает сам президент. Будет ли здесь какие-то изменения? Будет ли больше контроля со стороны парламента за назначением правительством? То есть, вот это тоже очень важно. Ну и, опять же, назначение на все другие высшие должностные посты. Ну, например, назначение судей, назначение генпрокурора, назначение правления Национального банка, Комитета государственного контроля. Вот будет ли переспределение полномочий от президента к парламенту, либо к правительству, либо к каким-то другим органам? Вот это принципиальные вопросы. Пока по ним ничего не говорится, и мы не видели ни одной внятной концепции, каким образом наиболее ключевые, наиболее важные властные пункции будут переспределены в результате предлагаемой политической реформы. Но можно зафиксировать, что это все-таки какой-никакой диалог. И он идет в разных кабинетах. И в правительственном с отделкой из дорогого дерева и флагами, и в СИЗО КГБ, когда снимают всех участников на камеры видеонаблюдения. И звук очень плохой, потому что микрофон не близко к говорящему. Все-таки такой вопрос. Одновременно с вот этими заявлениями, с этими роликами в Минске были довольно жесткие задержания. Тем не менее, это Лукашенко так говорит. Да, давайте разговаривать, пусть на моих условиях, предельно модерируемых, жестких. Но разговаривать? Или он тянет время и пытается просто выиграть еще себе несколько дней в ожидании, когда протест успокоится, и он сможет справить по-старому? Ну, я думаю, что это, наверное, первое и другое. Да, с одной стороны, будут попытки разговаривать, потому что, как я уже сказал, власть в нужное это делать и из-за внутриполитической ситуации, и особенно из-за внешнеполитической ситуации. Но как только ситуация стабилизируется, как только Лукашенко, если вдруг он ощутит, что он возвращает полный контроль над тем, что происходит в Беларуси, и все рычаги внешнего давления также начинают ослабевать, то, думаю, что он выйдет из диалога, воспользуется возможностью с тем, чтобы, в общем-то, дезавуировать всем предыдущие заявления. Тем более, что никаких обязательств пока он не брал. То есть все это очень такая аморфная процедура, очень непрозрачная, и всегда можно сделать шаг назад. Здесь никаких ограничителей, по крайней мере, на данный момент нет. Вы про реформу Конституции говорите, в первую очередь. Да, и по реформу Конституции, ну, скажем так, вот шире, да, как сам Лукашенко говорит, более широко про политическую реформу. Потому что кроме Конституции, очевидно, что дискутируется вопрос изменения в избирательном законодательстве, например, пропорциональной системы выводить, создание и развитие института политических партий, так как сейчас они находятся на периферии политических процессов, ну и так далее. Давайте опишем еще раз, наверное, положение Александра Лукашенко. У него минимальная поддержка в обществе при тотальной поддержке государственного аппарата. Он, наверное, старательно ищет способ снова обрести такой законный статус в глазах общества, нащупать твердую почву общественного согласия, почему именно он, да, должен руководить страной. А что происходит в госаппарате? Ну, сильно же выросла роль и силовиков, и вообще чиновников. Это не может не проявляться. Наверное, у них тоже какой-то свой голос и свои какие-то ожидания есть от того, чего им дадут за поддержку Александра Лукашенко. Ну, вот я здесь не совсем соглашусь с этим тезисом, что роль чиновников выросла. Как раз-таки то, что произошло в течение последнего года, это то, что какой-то баланс между различными группами бюрократии был критически нарушен в сторону силовиков. То есть силовики фактически контролируют сейчас ситуацию, и их политическая роль, их роль и влияние на принятие решений очень сильно возросла. И многие другие группы, чиновники просто исполнительной вертикали, люди, связанные с государственными предприятиями, банковской сферой и так далее, наоборот, ощущают, что ситуация очень далека от нормальной. И напряжение внутри правящего класса, так назовем, оно достаточно высоко. Мы это видим из-за того, что были отколы, много людей уходит, некоторые публично, таких мало, но и много непублично увольнений. Также очень для многих чиновников вся вот эта ситуация политической нестабильности – это угроза их бизнес-интересам, то есть различных фирм, которые были созданы вокруг государственных предприятий, государственных органов, да, и которые на этом, в общем-то, неплохо зарабатывали. Многие вкладывали в бизнес просто такой, ну, нормальный бизнес, но в связи с тем, что экономическая ситуация сейчас ухудшается, главного выхода из кризиса нет. Протесты оказали просто катастрофическое влияние на имидж Беларуси, на инвестиционный климат. То есть это все, конечно, очень серьезно приносит раздражение, да, и напряжение внутри правящей элиты. Кроме этого, все-таки чиновники в Беларуси привыкли работать в комфорте, то есть когда им надо с населением контактировать, когда они занимают такую высокую социальную позицию, да, вот уважение, ну или хотя бы подчинение, да, вот со стороны общества. Сейчас эта ситуация меняется, и они вот как бы вытолкнуты в совершенно некомфортную для себя ситуацию, когда вынуждены и общаться с народом, и при этом постоянно получаются из центра какие-то указания, часть из которых просто невыполнимые, да, и все больше внутри этой среды, как я вижу, приходит понимание тому, что вот эта стабилизация, она возможна только если поменять систему, может быть, даже убрать Лукашенко. Поэтому для госаппарата ситуация, конечно, далеко не самая хорошая, ну и плюс, конечно, давление экономического кризиса на всех на них сказывается, несмотря на то, что, конечно же, они находятся в определенном привилегированном положении, но на всех денег не хватает. И главное, что я, наверное, тут еще раз повторю, что высшее политическое руководство, так скажем, не формулирует каких-то ясных планов выхода из политического и из экономического кризиса, что ставит большую часть госаппарата в такую ситуацию неопределенности. Если, например, для Лукашенко это, в общем-то, нормально, думать в категориях нескольких месяцев или года, не думать про то, что будет, скажем, через 5-10 лет, для многих чиновников все-таки важна и более такая долгая перспектива, а сейчас все это под большим вопросом. Когда вы говорите об этом напряжении, используя терминологию материаловедения, можно ли ожидать усталости металла, и что произойдет слом, случится конфликт, и часть государственного аппарата скажет, ну, нет, все, Александр Григорьевич, до свидания, и вот эти вот вы, которые в погонах и с лампасами, тоже, пожалуйста, до свидания, мы как-то без вас. Или они никогда на это не решатся, и в лучшем случае смогут молчаливо согласиться, да? Вдруг, не знаю, случится очередной всплеск колоссальный какого-то гражданского недовольства, и, не знаю, народные массы воргутся во дворец президента. Ну, во-первых, надо сказать, что какая-то часть уже так сделала, да, и поэтому ушла из госаппарата, но особенно там массово, ну, то, что мы видели, это было из Министерства иностранных дел, но также очень много увольнений там из правоохранительных органов, из прокуратуры. То есть этот процесс уже как бы был. Что касается общей массы, все зависит от того, насколько эта ситуация будет затягиваться. По моим ощущениям, и общение с людьми из этой среды, и просто из анализа текущих процессов, что если ситуация действительно примет затяжной характер, то есть это будут месяцы, там, полгода, скажем, да, и не будет предложено никакой альтернативы, и не будет никакой перспективы преодоления и политического, и экономического кризиса, то вероятность того, что вот такое произойдет, достаточно высока. И особенно если будет еще какой-то всплеск протестной активности. Сейчас мы ее видим на каком-то одном уровне, да, последние месяцы, но всегда тут можно ожидать какого-то всплеска, либо связанного с социальными проблемами, либо обострением репрессий. И вот, скажем, вот ситуация такого обострения, конечно, вариант проявления нелояльности значительной части с аппаратом, мне кажется, достаточно вероятен. Ну, понятно, что прогнозировать это все практически невозможно, тем более, что власти и сегловики работают на то, чтобы такого не произошло, имея для этого многие механизмы и силовые, и прослушивание, и слежка, и так далее. Но, конечно, если ситуация будет затягиваться, и особенно если она ухудшится, то, как или иначе, такие вещи становятся очень вероятны. Думаю, даже этим именно политический кризис в итоге и закончится. Давайте про силовиков отдельно еще поговорим. Они, в общем, в случае кардинальной смены власти, первые кандидаты на то, чтобы быть признанными виновниками всего происходившего. Даже Лукашенко может выторговать себе неприкосновенность, уехать в Россию, в конце концов. А генералы МВД, КГБ, армии, им вряд ли предоставится такая возможность, и для них изменения особенно опасны. Или нет? Или все-таки в их среде тоже может случиться такое, что они скажут «ну все, ну хватит». Вот это мы уже делать точно не будем. Мы, во всяком случае, отступим в сторону, если вовсе не перейдем на сторону народа. Или они последний бастион? Ну, они последний бастион, но не безусловный бастион. И, конечно, те же самые факторы, которые я упомянул для бюрократии, действуют и на них. То есть это экономическая ситуация, кризисная, это и неопределенность политическая, и особенно то, что все принимает затяжной характер. Потому что все-таки в их среде было полное уверенность, что они смогут подавить все это сначала в течение пару дней, потом в течение месяца, потом, может быть, двух месяцев. Но мы видим, что, в общем-то, конца края этого нет, и, конечно, там тоже внутреннее такое напряжение растет. Надо понимать, что то, что вы сказали, оно для разных служб имеет разное значение. Ну, скажем, воинские подразделения только в небольшой степени как-то были замараны во всех этих событиях. Поэтому для абсолютного большинства генералов, военных, вот такой проблемы нет. КГБ тоже очень так ограничено. Было, по крайней мере, в публичном пространстве. Мы про это мало знаем. Вообще говорят, что у них там больше задач контроля за госаппаратом, чем конкретно за протестным движением. Хотя, конечно, они в этом тоже есть. Но, в общем-то, при ближнем к обстоятельствах они могут выйти из-под удара. Ну, более сложная ситуация, конечно, с МВД, потому что на них основная часть репрессий приходится. Но надо сказать, что если говорить про такую наиболее распространенную позицию в среде альтернативных политических сил, то она, в общем-то, не очень кровожадная. Считается так, что непосредственно в репрессиях задействовано не больше 10-20% тех, кто работает в правоохранительных органах, в том числе и в МВД. И только для них может быть какого-то рода иллюстрация. А криминальное наказание только для тех, кто действительно совершал преступления в отношении демонстрантов. В то время как для абсолютного большинства предлагается мягкий выход без существенных последствий. Поэтому сложно прогнозировать, но мне кажется, что если ситуация будет затягиваться, если будет очевидно, что единственным решением политического кризиса будет уход Лукашенко, то большинство силового аппарата не будет стоять с ним до конца. Потому что все они тоже имеют свои собственные интересы и будут понимать дальше, если, опять же, ситуация будет соглубляться, что этот вопрос надо как-то решать. И если высшее политическое руководство не предложит политического решения кризиса, то, значит, все пойдет по сценарию альтернативной политических сил. Про стоять до конца – это прям отсылка к ролику, когда Лукашенко выходит к отцеплению. Ему оттуда выкрикивают люди в балаклавах «Мы с вами до конца». Вы верите в то, что Александр Григорьевич Лукашенко для себя допускает возможность ухода? Или он, опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, он тянет время, и он говорит Москве, которая, ну, так считается, за его уход постепенный с передачей власти преемнику, вот этим марионеткам Литвы, которые находятся в СИЗО КГБ, и марионетки Литвы, это, конечно, я иронически говорю, он им всем говорит «Да-да, ухожу, конституцию перепишем», а сам не предполагает для себя такой возможности и планирует, как это еще одна цитата из Лукашенко, сжимать пальцы, да, не отпускать власть. Думаю, что все-таки на какой-то самой последней стадии кризиса он все-таки рассматривает такую возможность. В конце концов, это не только он, это, в общем-то, интересы его семьи и много других, скажем, факторов он так или иначе вынужден учитывать по всей этой ситуации. Но очевидно, что он настроен бороться до конца. И если уже уходить, то только на самой-самой последней стадии, когда уже точно никакого другого выхода не будет. Это так, да, я думаю, что он будет цепляться за власть. Пока будет хоть за что цепляться. И, наверное, единственное, что тут против него играет очень серьезное это время. И то, что он на протяжении, я бы даже не сказал, последних двух месяцев, а на протяжении последних полугода так не смог предложить какого-то плана выхода из политического кризиса, то есть какой-то перспективы. И так же он не смог пока никак предложить какого-то плана экономического развития, что от него тоже, в общем-то, долгое время ждали. И в итоге складывается впечатление, что он играет очень короткую стратегию. И не видно, за счет чего он, скажем, мог бы получить какую-то возможность остаться у власти надолго. Если попытаться смоделировать ситуацию гипотетическую, которая происходит, не знаю, в конце этой недели или в конце этого месяца, Лукашенко говорит, «Все понимаю, в Москве мне на это намекают, и я чувствую, что государственный аппарат в Беларуси этого ждет. Мы проводим операцию «Приемник», как в свое время в России. У нас будет свой белорусский Путин. Я его назначу, он гарантирует небезопасность, он гарантирует преемственность для в том числе силовиков и их безопасность. Но это будет новый руководитель со своей политической программой. Возможно ли это в стране, которая вообще-то пусть подавленную, угнетенную, но все-таки революцию переживает? Не, ну это возможно, как один вариант. Но сложность заключается в том, что Лукашенко сам по себе очень непопулярен сейчас. Если он просто предложит какую-то некомпромиссную фигуру, просто человек, который ему лоялен, который ему просто нравится и так далее, может случиться так, что он не получит поддержку общества. И не сможет победить на следующих выборах. А это значит, что политический кризис продолжится. Поэтому такой сценарий возможен только в том случае, если вот это будет действительно Путин, который все-таки первые свои выборы абсолютно честно выиграл. Ну, насколько я, крайней мере, знаю. Ну, есть там сомнения. Говорят, второй тур мог быть, но это все из области предположений. Да, ну, по крайней мере, популярность его действительно была очень высокая. И он был такой вот как компромисс. Ну, так сложилось, да, что многие в нем видели надежду. И если такого рода персона будет выдвинута, то да, я думаю, что это будет значить завершение политического кризиса. Люди с этим согласятся. И вот это будет новая страница нашей истории. Но если это будет просто лояльный ему человек, но который не будет как-то хоть представлять интересы бизнеса и либерально настроенной части населения, то, думаю, шансов практически нет протащить, скажем так, на любую фигуру. Ну, и кроме того, надо учитывать кризисонную реформу. Все-таки сейчас это все закрутилось таким образом, что так или иначе любые выборы будут связаны и с глубокой политической реформой в Беларуси через изменения в Конституции, через изменения других институтов, и тут тоже очень важно будет понимать, какие полномочия этот новый человек в итоге получит. Мне кажется, что если никаких изменений в Конституции не будет, и он, этот вот новый вставленник, получит такие же полномочия, как и Лукашенко сейчас имеет, то с этим также не согласится значительная часть белорусского общества. И с этим, кстати, тоже вряд ли согласятся и многие внешние акторы. Я имею в виду, прежде всего, Россия. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Но также и Европейский Союз, где русская политическая система долго критиковалась, в том числе и за отсутствие баланса между людьми власти. К слову про Европу. Светлана Тихановская встречается с европейскими лидерами, но надо сказать, что единодушное неприятие европейскими странами результатов выборов все-таки не обернулось каким-то большим давлением. Во-первых, что может сделать Светлана Тихановская и вообще оппозиция в нынешних условиях? А во-вторых, вот такая довольно скромная европейская реакция. Можно ли сказать, что она подталкивает Белоруссию к России и дает простор для Лукашенко, для того, чтобы он сам с этим разобрался в итоге? Ну, я категорически не согласен с тем, что реакция европейская мягкая, потому что в итоге она самая жесткая за всю историю двухсторонних отношений. То есть вот если ухудшения начались после референдума 1996 года в отношениях между Белоруссией, то вот сейчас мы видим самую жесткую реакцию. То есть президент Лукашенко, он и Юре уже не признан как президент, переизбранный. То есть если раньше критиковались выборы за то, что они не демократические, не свободы и так далее, сейчас не признаны результаты выборов. То есть с сердечной точки зрения для европейских стран Лукашенко уже не президент, или не будет президентом с начала ноября. Там разные подходы по этому поводу, но суть, она в общем-то та же. То есть не могут быть никаких новых соглашений. Под вопросом стоит возможность оказания какой-либо помощи Беларуси, там, скажем, технической помощи, то есть сворачивания всех проектов. Очевидно, все они будут пересмотрены. Какие-то, может быть, останутся гуманитарные, но свои массы, наверное, будут заморожены, подвешены и так далее. По крайней мере, дискуссия по этому поводу ведутся. Также есть вопросы, что будет, скажем, с возможностью заемов средств от европейских структур. Если смотреть на резолюцию Европейского парламента, то она призывает, например, не сотрудничать Европейский банк реконструкции развития с Беларусью полностью. Хотя многие проекты реализовывались в последнее время, и даже в этом году правительство выражало надеждой, что она привлечет до миллиарда евро на различные проекты. И плюс мы сейчас имеем ситуацию, когда отозваны послы из Минска в большинство стран Европейского Союза, что также, в общем-то, не было у нас, наверное, с 1997 года. Последний такой был большой дипломатический кризис. Да, и может еще один важный момент добавить, что впервые за всю эту историю двухсторонних отношений Европа еще пытается вести по поводу Беларуси прямой диалог с Москвой. То есть воздействовать не только через прямые какие-то санкции, через остановку сотрудничества и так далее, но и через косвенные рычаги воздействия через ближайшего союзника. Поэтому все складывается, на самом деле, очень сложно для действующей власти. Позиция Соединенных Штатов будет предварительно такой же. Там еще вопрос того, сколько людей, и какие будут включены в санкции. И сейчас обсуждается то, чтобы туда включались не только чиновники, силовики, потому что это чисто, конечно, символическое значение имеет, но и многие бизнесмены, компании, которые связаны с ближним кругом Лукашенко. Это будет прямее финансовые потери, но и серьезно, особенно в условиях экономического кризиса это может иметь существенные последствия. Что касается того, что делать с Тихановской, то очевидно, как вы и упомянули, есть достижения на внешнеполитической арене, особенно в западном направлении, в отношениях с ЕС и Соединенными Штатами. Но, конечно, все решаться будет внутри Беларуси. И для Тихановской очень важно предложить или сформулировать обществу политическую и экономическую альтернативу. Сделать так, чтобы эта альтернатива была понятна абсолютному большинству, чтобы она была приемлема для абсолютного большинства, ну и чтобы в итоге все-таки на следующих выборах либо в результате референдума вот именно эта визия, она в итоге была поддержана большинством и стала основой для будущего развития Беларуси. То есть это важно, наверное, и в двух возможных сценариях. Не важно, что будет первыми выборы либо конституционная реформа, но альтернативные политические силы и прежде всего вот окружение Светлана Тихановской должны, конечно, сформулировать альтернативу и для референдума, и для выборов, чтобы привлечь на свою сторону абсолютного большинства. Мы говорили с директором Института политических исследований политическая сфера Андреем Казакевичем. Всего доброго. Счастливо. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Наш прошлый выпуск был посвящен распространению, даже расползанию по миру ГМО-технологий и о том, что избежать их пришествия не удастся никому, включая Россию, где промышленное выращивание генно-модифицированных растений и животных сейчас запрещено. Все подкасты «Медузы» вы можете найти и послушать в мобильном приложении нашего издания или на нашем сайте, но если вам удобны специализированные платформы, то можете воспользоваться любым удобным для вас подкаст-агрегатором, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку, YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту адрес подкастсобакамедуза.io или в Telegram. Там наш позывной «Медуза Ловз Ю». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Медуза Ловз Ю».